Девушки отдыхают Чемпион StarCraft 2 Star League SK Telecom T1 Dark Вот он на ваших экранах Если в рамках SSL Второй по престижности Индивидуальной корейской лиги У Dark'а удается показывать Получается показывать действительно Хорошие результаты То в GSL Dark пока ни разу Не проходил CIDRO 16 Сегодня его очередной шанс И сможет ли он преодолеть Это проклятие Мы узнаем уже очень и очень скоро Вот так вот пафосно проклятием Называют подобную ситуацию Корейцы Я не склонен прям так страшно Характеризовывать неудачи Dark'а В GSL RO 16 Но согласен что прибавить ему Однозначно стоит История противостояния Кьюра и Dark'а Говорит в пользу Терана И тут как раз можно порассуждать о том А зачем Кьюр казалось бы Придумал проблемы на свою голову Почему он выбрал себе именно Dark'а в группу Потому что как раз Кьюр имел право Выбирать себе соперника по RO 16 Первым, одним из первых И вот он выбрал себе Dark'а Выбрал себе одного из немногих зергов RO 16 При этом вроде бы самого опасного зерга Но Ларчик на мой взгляд открывается довольно просто Во-первых, не такая плохая история Противостояния Причем уже против того Dark'а Который считался грозной силой В корейском Старкрафте Ну и во-вторых, конечно же Текущая ситуация в матче 5 ТВЗ Все-таки корейским тернам сейчас приятнее Играть именно против зергов Даже против топовых зергов Никак не против протасов С которыми у большинства тернов Нынче очень серьезные проблемы Обратите внимание на то Что очень интересно у нас билдордеры В самом начале Нет каких-то общепринятых стандартов Наоборот, и Кьюр и Дарк Очень забавные такие опенинги подготовили Дарк сыграл через Газпул Хэтчери Я так понимаю Это сейфмод против прокси Баракова и Риперов Недавно мы обсуждали с Блаем Ситуацию на карте Frozen Temple С постановкой прокси Бараков С игрой в масс Риперов на этой карте И Блай меня убеждал в том Что и он, и многие другие некорейские зерги Считают абсолютно невозможно На этой карте зергу при стандартном билдорде Хэтчи Газпул Отбиваться от билда А-ля три прокси Бараки Прямо под носом Где-то там выше натурала И в общем, что со всем этим делать Непонятно Это какая-то жуткая имба И надо либо вслепую идти В пулдахаты Либо там, не знаю Еще какую-то такую жесть делать В общем, стоит сказать Что похоже Дарк разделяет эту точку зрения Иначе Почему он тогда сыграл В пулдахаты Скорее всего Именно в качестве Вот такого сейф-мода В качестве Голдорда Который призван Справиться с потенциальной игрой Через масс Риперов От Кьюра Но Кьюр Пока Подобных Намерений Не демонстрирует Игры через масс Риперов Зато он Демонстрирует Очень интересное намерение Сыграть в Дроп Минки С морпехами И вот тут По-моему Очень здорово Кьюр Дарка обманывает Вообще Кьюр Сыграл через очень быстрый газ Быструю Фэктори Насколько я понимаю Как раз задумка тут Заключается в игре Через В свою очередь Быстрый Старпорт И Медивак И имитирует сейчас Кьюр Атаку С танком Имитирует Кьюр Атаку с танком Который по идее Должен был быть Готов Дарк Все-таки Фактана Тихлаби Однозначно Свидетельствует Именно в пользу Такого варианта Но самое интересное Что вот здесь У нас дырявая стенка Причем Это можно было заметить Раньше До забегания Зерлингов Это можно было заметить Когда Марик Вышел из этой стенки Для того чтобы Поохотиться за оверлордом И в итоге Для Кьюра Контраатака соперника Становится огромной проблемой Потому что Кьюр Теряет дома Дюжину рабов Это огромные потери Для терна Из Дженеир Грин Уинкс Все пошло наперекосяк Из-за Вот такой вот Слегка-слегка Кривенькой стенки В которой был проход Ну наверное Постоянные зрители Кореи 2.0 знают О том что Мы в наших комментариях В наших эфирах Постоянно обращаем Внимание на качество Стенок протасов И многим Кажется что Слишком много времени Мы уделяем стенкам Вроде бы Ну господи Стенка и стенка Какая разница В 9 случаях из 10 Это никакой роли не играет Но Вот сейчас Как раз Такой 10 случай Из 10 Когда из-за плохой стенки Даже не протас А терн был наказан Как правило У тернов Все таки Ну не настолько Принципиально Качество стенки Но Как видите Бывают и другие Ситуации Терял кьюр свой Медивак Пытается нанести Сопернику Какой-то Ущерб в ответ Но Абсолютно без вариантов Сгрызает его Зербингами Но тоже Сгрызут Очень хорошо Все пока идет Для Дарка Очень хорошее Преимущество Он получил Делает Кстати говоря Транспортного Оверлорда Интересно будет Посмотреть на то Как этот Транспортный Оверлорд Будет Использоваться Ну и вот Хьюр Закрывает Дырку в стенки Обратите внимание Там поставлен Еще один Саплай И Сейчас уже Все Должно быть Более-менее Хорошо А ну я понял Зачем транспортный Оверлорд Тут не будет Никаких Далеко идущих Планов Связанных С этим Тут всего-то Навсего Готовность Скажем так Отконтрить Дропы Сидж танков То есть Если сейчас Убилетят Два Медивака С двумя Танками То королевы С помощью Транспортного Оверлорда Со скоростью Будут препятствовать Такому Харасу Терна Стабилизировала Сейчас ситуация Кьюр Смирился С тем Что оказался Несколько позади 45 на 65 Рабов В данный момент Конечно Очень неприятная Ситуация Для Терна И по макро Кьюр В этой игре Будет проигрывать Но Мне кажется Что это Наверное Не так уж Фатально В данный момент Кьюр Еще Успеет Отыграться За счет Дропов Мидгейм Для Терна Это очень Приятная стадия Кроме того Стоит сказать О том Что Дарк Явно Не спешит Идти в хай Явно Не спешит Выходить Слонов Которые Являются Самым Опасным Для Тернов Юнитом В современном ТВЗ Поэтому Кьюр Сейчас Будет Спокойно Разыгрывать Свою партию У него Есть еще Довольно Много Времени Для того Чтобы Повоевать С соперником И где-то Удачно Поразмениваться Стоит сказать Что Дарк В общем-то Очень хорошо Вчера Отыграл партию Вчера был четвертьфинал Как раз Старкрафт 2 Старлиги И Дарк Там камня на камне Не оставил От Тиуая Там отдал Один сет Конечно Один сет На Даск Тауэрс Где все вышло В какой-то Супер жесткий Лейтгейм Со сплитом Карты Там очень хороший Был для Терна Сценарий Но вот в остальном Несмотря на то Что Дарк Не особо Активно выходил В быстрый Тир 3 Как раз Если я не ошибаюсь Именно Даск Тауэрс Была единственная Карта Где Дарку Захотелось Побыстрее Построить слонов Так вот Вот во всех Остальных картах Дарк Не собирался Идти в быстрый Тир 3 Наоборот Он очень долго Сидел на мутолинга Бэйнах И вот такого Он правда Вчера не делал Великолепные Закопанные Бэйнинги И Кьюр Внезапно Оказывается В ситуации Когда В общем-то Из его выхода Абсолютно Ничего Не получится Извлечь От всего Войска Остаются Рожки До ножки До 2 Жалких Минки Дарк Пока полностью Переигрывает Своего оппонента Сейчас Дроп Минок Явно И к нему Дарк готов Уже делается Хайвы И мины Можно просто Взорвать Было Бэйнами Сейчас Взорвешь Что ж Эти мины Взорвались Неплохо Они как минимум Себя окупили Но Этого конечно Мало Кьюру в текущей Ситуации Вот Крипон Здорово Сейчас почистил Очень большую Территорию Забрал Но Дальше Снова Кругом Закопанные Бэйнинги И даже Дроп Бэйнингов Полетел Док Юр молодец Просканил Одних Бэйнов Но Не успел Среагировать На других И лучше бы Он все наоборот Сделал Минус 12 Рабов Очень серьезная Потеря для Терна Сейчас Только-только Он вроде бы Обосновался На полноценной Трехбазовой Экономике Как сразу Получил По голове Вот такой вот Мощный Бэйнинговый Залп Продолжает Тянуть Великолепно Крип Дарк Со всех сторон И посмотрите Как много Времени Он выигрывает Пока Терен Зачистит Все эти Крип Туморы Уже и 2-2 Апгрейда Доделаются И Хай Будет готов Можно будет Сразу Адреналин Ультрали Скеверн Доказать И Просто он Успеет Среагировать На этот Выход Мне кажется Что Кьюра Уже Нужно Перестраиваться Он сканит Видит Хай Видит Ультрали Скеверн Конечно Сейчас надо Уже Строить Либераторов Гастов Я не знаю Три барака С техлабами Конечно Потому что Сейчас Продакшн В одних Марпехов У Терна В общем Понятно Что Кьюру Надо затягивать Игру в лейтгейме И несмотря на то Что в большинстве Случаев Терна Пытаются До лейтгейма Не доводить В современном ТВЗ Из-за боязни Слонов Сейчас Других опций В общем-то Нет Просто По той причине Что Не получится Пробить соперника Тайминговой атакой Это Абсолютно Понятно Здесь Особых Никаких вариантов Нет Есть вариант Безусловно Тут Посканить Немножечко Снова забрать Крип Который уже До этого Был забран А вот здесь Надо успеть Среагировать Ну Как-то с реакцией Честно говоря Туговато Немного У Кьюра Но на этот раз Он сумел Подвести Дотекание Своевременно И Самое главное Что рабов Не отдал Очень интересная Атака Здесь И попытка Выманить Бэйнов на мины Кьюр Вот в таком Старкрафте Чувствует себя Очень уверенно Конечно Пока он играет МММ Или МММ Марика Мин И медиваки Мародеров Пока не видно Против мута Линга Бэйнов Или тем более Против просто Линга Бэйнов Он чувствует себя Королем Он чувствует себя Царем Такого Старкрафта Но вот Проблема в том Что такой Старкрафт У него уже заканчивается Он по сути Выровнялся по лимитам За то время Что играл в таком формате Однако сейчас На карте Уже будут появляться Первые слоны И как вы понимаете Состав войск Без Либераторов Без мародеров Сколько бы ни было Мин У Кьюра Я думаю Что просто так С ультралисками Он уже не справится Единственное Чего Дарку не хватает Дарку наверное Не хватает Сейчас третьих апгрейдов Он фактически Всю игру По апгрейдам Вел И очень уверенно Сейчас он может Уступить лидерство Кьюру Но Кьюр сам Не факт Что может сейчас Себе позволить Заказать Третьи апгрейды Он пытается Перейти в четвертую Локацию Но пока И это не получается Хороший лимит У Кьюра Он здорово Разводит По двум направлениям Он хорошо Сейчас Напрягает Дарка Но видно Что Дарк Такой мультитаск Совершенно Не сложно Поддерживать Он не просто Справляется С теми задачами Которые ставит Перед ним Кьюр Он еще И в ответ Ставится Перед Кьюром Разного рода Задачи на мультитаск У Кьюра Как мы уже Заметили Во время дропа Бэйнов Как раз Не всегда Получается Соответствовать Жалко Кстати Что Дарк Передумал Закапывать Бэйнов Но с другой стороны Это легко Объясняется Тем что Очень Уверенно Начал Кьюр Перемещаться По карте В медиваках И перестал он так Ходить По минному полю Мародерами Марпехами И минами Дарк Смотрите Как здорово Как он уверенно Делит армию Как он Четко представляет Сколько ему На каждом фронте Нужно Слоны Вместе С парой Бэйнов И зерлингами Сейчас бегут На четвертую базу В это время Там контратака На натурал В это время Куча королев Встречает дроп Такое ощущение Что Дарку Можно строить 300 лимитов Вместо Стандартного 200 Посмотрите Что происходит Очень-очень Здорово По всем Направлениям Да По всем Направлениям Даже по направлению Закопанными Бэйнами Справляется Дарк Вы обратили Внимание Он пробил Стенку на натурал Там же Закопал Бэйнов Кьюр на это Не обратил Внимания И на взрыве Бэйнов Потерял Очень много Пехоты Отбивается Ликюр дома Конечно От этих слонов Он рано или поздно Отобьется Вопрос в том Как много Он при этом теряет Снова Минус 20 Робов Снова Куча Майнинг Тайма Потеряна Снова Наверняка Там где-то Еще есть Сдача От Зерговской Армии В виде Закопал Бэйнов Бэйнов Он разложился Он разложился Закопится Значит Нужен Не оба Не оба Не оба Какие усилия Прикладывал К тому Чтобы Затормозить Распространение Крипа По некоторым Направлениям И остановить Его по возможности Но Все эти Усилия Пошли На смарку Благодаря тому Как здорово Дарк Раз за разом Этот крип Восстанавливал Но Сейчас Такой Момент истины По сути Для Кьюра Я не про этот дроп Который естественно Бездарно умрет Абсолютно Ничего не добившись Я Про Основную армию Дарка Которая Явно хочет Какого-то Размены Явно хочет Какого-то Конфликта Дарк просто Пока не Установил Для себя Как именно Ему лучше всего Подойти к атаке Вот таким образом Нападая Сначала Караптерами И объединяясь Той армией Которая подошла С другой стороны Которая подошла По юго-западному Направлению Караптеры Очень быстро Справляются С либераторами Фокусировка Огня Великолепная Не пьют По медивакам Караптеры Как могли бы В руках Менее умелого Зерга Все либераторы Уничтожены Теперь караптеры Принимаются За медиваки И конечно К Юру Ничего не остается Кроме как Написать GG В этой ситуации 1-0 И Дарк Пока демонстрирует Просто топ Класс Выступления Зерга Пока что Выбор К Юра Дарка В качестве Соперника Для стартового Поединка Абсолютно Не выглядит Оправданным Да Понятно Что К Юру В целом Наверное Удобно играть Матчап ТВЗ Видно Что Довольно Уверенно Себя чувствует Матчапе Против Зерга В К Юру У него Такая Четкая Линия Игры Он не боится Лейтгейма При необходимости Он готов Играть Затяжную Партию Против Зерга Но вот Как-то Против игрока Уровня Дарка Не прощает Ошибок Дарк Просто Не прощает Ошибок Как только Он видит Чувствует Какое-то Слабое место Он начинает На это место Давить Он получает Преимущество И самое главное Вот это Слабое место Оно не должно Каким-то образом Проявиться Да То есть Это не то Что Терн Сам Показал Какую-то Проблему В своей игре И Зерг Начал это Использовать Ищет Ищет Зерг Слабые места В игре Терна А кто ищет Тот Как известно Всегда найдет Молодец Молодец Дарк Одно удовольствие Смотреть На игру Такого Зерга И видно Что сейчас В лице Дарка Мы все-таки Наблюдаем Игру Лучшего Зерга Кореи А соответственно Наверняка И лучшего Зерга Мира Очень силен Дарк Не знаю Что будет дальше Делать Кьюр Конечно Было бы Был бы Нормальным Вариантом Как раз Билда Аля Три Барака Риппер Ну вот Оптимальная Карта Для этого Уже Была Использована Дальше У нас Что там Наверняка Какие-то Фросты И Даск Тауэрсы Зерг Я думаю Все же Должен был Вычеркнуть Кингс Джонг Учитывая То что По негласной Договоренности Там Всякие Джаджменты И Ракширы Все равно Будут Вычеркнуты Да Наверное Имеет Смысл Зергу Как раз Концентрироваться На вычеркивании Кингса Джонга Поэтому Вполне Вероятно Что Дальше У нас Будут Фрост И Даск Тауэрс Вот Ну и На этих Картах Что Можно Сказать По поводу Матча По ТВЗ Что-то Можно Придумать Терну Я Даже Не знаю Вот В плане Фроста Чем Эта карта Примечательна В плане ТВЗ На мой взгляд Ничего Особенного Но если Ближние Респауны Можно Попробовать Какие-то Там Олдскульные Пушики С хилбатами Другое Дело Что они Очень легко Фиксятся Как раз Билдордеры Аля Билдордерами Аля то что Исполняет Дарк Через Масс Королев В остальном Даже не знаю Фрост Ничем особенным В ТВЗ Не выделяется Это довольно Приятная Для зергов Карта Только После четвертой Базы Для зергов Могут Начинаться Проблемы Но Суть в том Что даже Четырех баз Зергов В современном ЗВТ Вполне Достаточно Для того Чтобы построить Много Слонов Много Караптеров Создать Как следствие Много Проблем Терна Что же Касается Карты Даск Таур То Там уже Совсем Другие Перспективы Во первых Там Терн Может попробовать По халяви Сыграть Три быстрых ЦЦ Во вторых Эта карта Как мы уже Неоднократно Видели в играх Того же Тиуая Располагает К Весьма Интересному Сценарию Лейтгейма Когда Вот Напополам Карта делится Физически Не виртуально Как мы любим Говорить Ну вот там Каждый игрок Занял по 7 баз Они поделили Карту напополам А вполне Реально делится Там турелями Планетарками Разложенными Танками Оборонительными Линиями С гастами И попробуй С этим Что-то сделать То есть На самом деле Карта Как раз Весьма Специфическая Даск Тауэр Для матча По ТВЗ Если Кьюр Не боится Играть Лейтгейм Против Дарка То Вполне Может быть Что Мы там Увидим Интересный Геймплей Корейские Зрители Некоторые Тролят Своих Соотечественников Видимо Активно Закрывая Лица Себе И другим Смотрите Только что Показывали Зрительский Зал И никто В общем-то Личико Свою Не закрывал Но Видимо Это связано С тем Что Корейские Школьницы Окончательно Переключились На Лигу Леджендс Или Овервотч И Перестали Посещать Матч По Старкрафту Потому Что В основном Лица Закрывают Как раз Корейские Школьницы Ну Как Когда-то Наверное Еще В 2008 2009 Шутили Комментаторы Первой Кореи На прицеле Чтобы Родители Не увидели Что именно Они Прогуливают Школу Дело в том Что В то время Довольно Рано Начинались Матчи Пролиги Например Где-то В Час дня По корейскому Времени То есть Было Еще Время Когда Наверное Там В школах Были уроки И Действительно Можно было Как раз Шутить На эту Тему Что Вот Мол Девушки Школьницы Закрывают Свои лица Чтобы Родители Которые Конечно же Тоже Смотрят Старкрафт В это Время Вы же Понимаете Чтобы Родители Не узнали В этих Прогульщицах Своих Собственных Дочерей Вот Такие Дела Ну Ладно У нас Небольшая Пауза Связанная Видимо С тем Что Кому-то Из игроков Было Необходимо Сделать Небольшой Перерыв Пока У нас Перерыв Я с удовольствием Напоминаю Всем Зрителям И прямой Трансляции И записей Что Мы Разыгрываем Мы Разыгрываем Два Ключика К Компании Nova Covered Ops И Для Для Того Чтобы Принять Участие В Розыгрыше Необходимо Зайти В нашу Группу Вконтакте Вк.com Слэш Кориа20 Найти Там Запись В которой Нам Зритель Передавал Привет Из Сеула Найти Запись В которой Также Можно Найти Ролики Матчей Группы И Просто Сделать Ее Репост Я Сейчас Скину Ссылку На Эту Запись Тем Кто Смотрит Прямой Эфир Ну А Тем Кто Смотрит Запись В Общем Я Думаю Вы Сами Найдете В нашей Группе Вконтакте Вк.com Слэш Кориа20 Напомню Что Это Ключи Предоставленные Нам Любезно Компанией Blizzard Entertainment Для Розыгрышей Именно В Социальных Сетях Или На Наших Трансляциях И Это Ключи Ко Всем Миссиям Новые Ко Всему Mission Pack Nova Cover Top Периодически Какие-то Довольно Странные Жалобы Приходят На FPS Пожалуйста Напишите Есть ли И У вас Какие-то Подобные Жалобы На FPS Ну И Так Как У нас Совершенно Какой-то Непонятный Перерыв То Вероятно Я Остановлю Запись Запись На YouTube Все Наконец-то Мы Продолжаем Рекламные И прочие Паузы Подошли К концу Джанейр Greenwings Cure Синий Терен Который Появился Справа Сверху На Карте Frost Вот Он На Ваш Экранах Cure Попытается В Своей Второй Попытке Что-то Противопоставить Чемпиону StarCraft 2 StarLeague Скателеком Аккуратненько Слизало Логотип С джимейла Да Он конечно Не один в один Очень похож Не знаю Не знаю Что-то Реально Уж больно Похоже Ну окей Не знаю Что он там рекламирует К сожалению Иероглифы Поэтому Как всегда В таких случаях Мы с вами Бессильны Давайте Лучше смотреть Что Cure Будет Придумывать Во втором Сете На карте Frost Для начала Reaper CC То есть На этот раз У него Более Стандартный Opening Более Стандартный Build Order Что касается Dark То и он На этот раз Идет В Хэтч Газпул Ну действительно На Фросте И Нет смысла Придумывать Build Order А-ля Пулдахаты Абсолютно В этом нет Никакого резона Cure ставит Быстрый второй барак И мы Практически Сразу Можем идентифицировать Его стратегию С огромной вероятностью Это игра В Быстрый Стимпак Дабл дроп 16 морпехов В общем Там будет Много всего Интересного Будет много Экшенов В мидгейме И будет интересно Посмотреть Как именно Dark от этого Отбивается Всем Зергам Советую смотреть Внимательно Особенно Зергам От Мастерлиги И выше Уж Больно Популярные Нынче В топе Европейского Ладдера Build Order Едва ли не Каждый Террен В каждом Сете Против Зерга Выграет Таким образом Времена Хеллбатов Фактически Канули в лето Теперь все Стараются Играть Именно в таком Формате И Dark Очень здорово Разведывает И вот я Категорически Не согласен Сейчас с его Решением Заказать Move Over Вот просто Протестую Изо всех Своих Комментаторских Сил Зачем Move Overlord Если По второму Бараку Уже Можно Стопроцентно Идентифицировать Этот Build Order И дальше Сэкономить Газ Ради того Чтобы Или Побыстрее Заказать 1.1 Или Побыстрее Построить Леер Или Там Я не знаю Роуч Каких-то Побыстрее Добавить Смотря Что Конкретно Собирается Делать Dark Вот Зачем Он Тратит Просто 100-100 Абсолютно Без Какого-то Смысла Я понимаю Реально Вот Нужен Move Overlord Если Ты не знаешь Какой Build Order Выбрал Тиран Нужно Его Побыстрее Разведать Но Здесь Это 100% Уверенность Должна Быть Ударка В том Что Делает Соперник И 100% Понимание Что На тайминге В районе 4.50 Соперник Будет К нему Направляться В двух Медиваках 16 С Тюмар Пехами Не знаю Не понимаем Тем более Что Этот апгрейд Делается В хэтчере И если Он делается То Не может Одновременно Строиться Королева На королев У Биллдорда У Дарка Есть Очень Серьезный Акцент Ну ладно Дарка Безусловно Виднее Я просто Не скрываю Своего Недоумения Потому что На мой взгляд Это Совершенно Лишняя Инвестиция Но Дарк Никуда Не спешит Просто Я допустим Когда на ладере Встречаюсь С таким Биллдордером Стараюсь Побыстрее Войти В лейер Чтобы Побыстрее Получить Мув роуч Но Это потому Что я Отбиваюсь Через роуч И Дарк Отбивает Через Королеву Зерлингов Интересно Посмотреть На скольки Рабах На очень Малом Количестве Рабов На очень Лоу Экономике Сейчас Сидит Дарк 38 Рабов Это невероятно Мало Это меньше Чем у Терна Сейчас Да У Дарка Такой Я бы даже Сказал Ущербный Билд Получается Честно Говоря Не знаю Мне не нравится Тот Вариант Который Сейчас Показывает Нам Дарк Отбитие От этого Куша Понятно Что он Очень Спокойно Отбивается От дропа С минимальными Потерями Пока Одна Королева Какое-то Количество Собак Хотя Вот чем Ненадежен Способ Отбития Через Собак Они Очень Быстро Разлетаются От этой Пехоты Прям Очень Быстро То есть Вы можете Построить 40 Собак И все равно Умирить От 16 Морпехов Вообще Фигня Вопрос Королевы Которые Фокусят Медиваки Это здорово И Трансьюзов Очень Много И Кьюр Судя по всему Решил отдать Это войско С потрохами Но с другой Стороны Я бы не Сказал Что Он Этот Дроп Не Реализовал У Терна Сейчас Больше Рабов Чем У Зерга У Терна Безусловно Там Щиты Апгрейды 1-1 Все это Делается В общем Все неплохо Кьюр Сейчас Действительно Здорово Разменивается И самое главное Лэйр Так Какой Поздний На седьмой Минуте Он только Морфится У Дарка Ну Не знаю Не знаю Дарк Я бы сказал Тот билдордер Показывает Который Все таки Наверное Для ладера Копировать Не стоит Наверное Если вы Хорошо Понимаете Как работает Подобный Стиль То можно Применить Нечто Подобное Но Ох Как Здорово Дарк Спел На дивак Профокус Но в целом Это все таки Не выглядит Самым Удачным Зерговским Билдордером Против того Что делает Такой терн Конечно Очень круто Дарк микрит Очень круто Дарк фокусит Один Медивак За другим И в этом плане Он молодец Но Показывать Такую же Фокусировку Огня Далеко Не каждому Терну Дано Все равно Кьюра Отлично Разменивается Раз за разом Кроме тех случаев Когда он Медиваки Отдает Так то он Очень мало Всего теряет Лэйр Опять же Только сейчас Готов У Дарка Это очень Поздний тайминг Относительно Таймингов Терна Правда Разница Невелика И даже По 2-2 Будет Немножечко Впереди Дарк Но тут Проблема Не в этом А в том Что Для отбития Четвертой локации Уже крайне важно Иметь Мув Бэйном И сейчас Если Кьюр Догадается Где у Дарка Ставится Четвертая То он просто Прилетит И отменит Ее Очень сложно Будет перемещаться Столь далеко Войскам Зерга Не имея Мува Бэйном Не имея Чего-то Супермобильного Вроде Муталисков Поэтому Я бы Посоветовал Сейчас Кьюру Все внимание Именно на Потенциальную Четвертую Локацию Соперника Но Кьюр Судя по тому Куда полетел Все же Примерно Догадывается Что там С четвертой Базой Да Зерги Прям На перегонки Туда Направляются Кьюр Разумеется Все понимает Одновременно Двумя дропами Сейчас попытается Он Помикрить Верхним Забежал На крип Посмотрел Что как Развернулся Инфестейшн Пит Нам показывает Что у Дарка Готов Но Не самый угрожающий Тайминг Хайва Все равно На девятой минуте Это Не супер серьезно Не супер страшно Террен Обратите внимание Впереди по лимиту Стабильно Парабан Впереди Стабильно То есть У него сейчас Приземляется Третья И он Впереди по экономике Но Вот Пил Дарка Мне вот упорно Не нравится Вообще не могу С собой поделать Вот прям Упорно Не нравится Да уже готов Мувбейном Это здорово Сейчас немного сложнее Будет реализовывать Все эти дропы Сейчас Могут быть Намного опаснее Контратаки Но Не знаю Непонятно По прежнему Концепции Игры От Дарка То есть Он защищает Свою четвертую базу А ради чего Если у него нет Даже полноценной Трехбазовой экономики Вот в чем вопрос То есть Почему он так жестко Потеет Так много теряет На обороне Четвертой локации Когда ему По сути Эта четвертая локация Не нужна Учитывая его Текущую экономику Ну вот не нужна И все Дабл дроп на мейне Высаживается Краснющий медивак Который надо бы Добить Дарку Дарк Судя по всему Сейчас всеми королевами Туда возвращается И у Кьюра Снова проблемы Со скоростью реакции Минус 10 рабов Это очень серьезные Потери для Кьюра В таком положении Для Кьюра Который Убивает сопернику Четвертую Конечно сейчас бы Хотелось ему Сидеть на полноценных Трех базах Но все равно Ну как бы Ну вот убитый Это четвертый Там все равно Только один раб Вот приехал Какой-то несчастный Не нужна Это четвертая Дарку Тупо не нужна С такой слабой Экономикой И у Трали Скеверн Я бы не сказал Что ему нужен С такой слабой Экономикой Не очень понятно Что вообще На что вообще Надежда С такой концепцией игры У Дарка Вот серьезно Мне совсем не нравится Этот его билдор Насколько мне Насколько мне понравилась Его игра На Frozen Temple Настолько мне не нравится То что я вижу Сейчас Здорово Дарк дропает Здорово Дарк разводит Здесь к нему вообще Никаких вопросов Быть не может Он мало того Что там как-то Отбивается от дропов Терна Он еще и сам Ну посмотрите Какие великолепные Забегания Раз за разом Демонстрирует Собственно Это ровно То что держит Сейчас Дарк В игре Если бы не эти дропы Если бы не эти бейны Как они жгут Ну я не знаю Фьюру по моему Надо как-то Над этим моментом Работать Так вот Если бы не эти дропы Если бы не эти бейны Игра бы уже была Закончена Абсолютно точно Посмотрите на лимиты Армии сапплай Там 120 на 70 По сути Зерга нет на карте По сравнению С войском Терна Просто нет И опять же Если бы у Терна Сейчас была полноценная Экономика То счет стал бы уже 1-1 Я думаю в этом Никаких сомнений Но Полноценной экономики Нет благодаря Великолепным дропам Дарка Сейчас на карте Появятся первые Три слона И как знать Может быть эти слоны Игру перевернут Морпехи их сейчас Точно никак не убьют Не-не-не-не-не-не Морпехи тут Могут только ретироваться В это время Еще одна Контратака Но там на этот раз Вроде бы Все более-менее Неплохо у Фьюра Зато Дарк как раз Пропустил очень Жесткий дроп на натурал Ударка у самого Сейчас всего лишь 45 рабов По-прежнему Не очень успешные Попытки мариками Убить слонов Но с другой стороны Там куча минок И я пока не вижу Где тут Какая-то детекция Мины опять взрываются Очень много урона Наносят На двух слонах Все-таки Дарк отпихался Но какие у него Перспективы 90 лимита на 120 Ударка В данный момент Апгрейды 2-2 Насколько я понимаю Четвертая база Ударка есть Рабов на нее не хватает 44 всего лишь Раба Это по-прежнему Больше чем у Кьюра Который необычайно Страдает от постоянных Дропов Но вот сейчас-то Хоть Кьюр среагирует У него 15 секунд было Да ладно Да ладно Опять не среагирует Кьюр Господи На этот раз Минус 5 рабов Это не так страшно 33 всего-навсего Осталось Втерна из Дженея С экономики То у него Как таковой Тоже нет Он перелетает Орбиталкой С мейна На четвертую Там еще Три слона Появляются Естественно Надо срочно Выходить У Либераторов Тут уже Одними минками Не отбрехаешься Тем более 8 королев Которые Будут постоянно Хилить слонов Но с другой стороны Тут конечно Позиция ультимативная Да Четвертую Никак не отобьешь Вообще Без разговоров Дарк все понимает Тут же бросается В контратаку Отбивать четвертую Бессмысленно Пусть Терен заберет Можно просто Потянуть время А вот контратака С двумя слонами Это уже Куда более серьезная угроза Терен мгновенно Уводит рабов И Терен уходит Не убивая Четвертую базу Что Это сейчас такое Вытворил Кьюр Кьюр просто вернулся Домой всем войском Чтобы убить Двух слонов Слоны конечно опасные Ребята Но не настолько Спасла бы стенка И пара разложенных Либераторов Тем не менее Кьюр с чел Нужно вернуться Всем войском 26 рабов У него остается На карте Это уже вообще Не экономика Лимиты выровнялись И если прямо сейчас Кьюр Не начнет как-то Реализовать свое войско Если он прямо сейчас Не заберет Соперника четвертую То я думаю Что Дарк Может сделать 2-0 Несмотря на то Как плохо для него Развивалась эта игра Несмотря на то Сколь Ну Неперспективным В макро был Его билд Скажем так Несмотря на все Эти проблемы Сейчас Дарк Уже уверенно Выходит вперед По лимиту Его экономика работает Кьюр замер В какой-то полупозиции И все И он не может Продвинуться дальше Здесь ему не дают Приземлить локацию Кьюр просто По миллиметру Перераскладывает Сибератора Хватает Какого-то Мощного Мула И даже непонятно Что он боится Если этот ровно Один бейнинг Но Даже этот ровно Один бейнинг Не был от фокуса Но он очень здорово Взорвался Все Кьюр абсолютно Без экономики 52 раба у Дарка И совершенно Невероятным образом Дарк возьмет Второй сет На Фросте Опять же Очень много проблем Создал себе Дарк Очень Ненадежным Выглядел Его стиль игры Точнее Местами как раз В начале игры Слишком надежным Но не очень Перспективным С точки зрения Перехода в макро Слишком Мало рабов Было все время У Дарка Слишком поздние Технологии И Из-за этого Он очень Много всего Потерял Из-за этого Он очень сильно Страдал В мидгейме Из-за этого Отдал четвертую Которая Опять-таки Почерпнул Непонятно Зачем Была ему нужна Но в итоге Дарк все же Дожил до слоновы Дарк несколько раз Очень здорово Контраатаковал Безусловно Кьюр легко Бы выиграл В этом сете Если бы Он показывал Чуть более Удачную реакцию Если бы он Отбивался от дропов Хотя бы так же Здорово Как это делал Дарк Тем более Что его задача Была Все же как правило Более простой У него времени Правило было намного больше Видимо Орбиталка И Орден Тарсона Которая Отправляется Кьюра Но это уже Конечно Ничего не решает Вы понимаете Что Сейчас Написание Чи-чи Это просто формальность Эта игра Окончена И победу В ней одержал Именно чемпион Старка В 2 Старлиге СК Телеком Т1 Дарк С одной стороны Дарк Безусловно Молодец В том Как он Вытащил Игру Из очень сложной Ситуации Но я хочу сказать Что Вытащили Для Дарка Эту игру В основном Контр-атаки Контр-атаки Которые были Исполнены Конечно Очень здорово Которые Применялись Завидной Регулярностью И с которыми Кьюр Так и Не смог Справиться Во всем остальном Дарку еще есть Над чем работать В плане Билдордеров В плане Какой-то Общей концепции Игры Противоагрессивного Терна Слабые места У Дарка Видны Сможет ли Их Раскрыть Другой терн Этой группы Бьян Мы узнаем Уже очень скоро Может быть Бьян И Дарк В этой группе Еще встретятся Кьюр Отправляется В матч лузеров Дарк В матч виннеров А мы переходим К поединку СОСа И Бьяна СОСа